Арияру народ, у микрофона мамору, и я рад представить вашему вниманию приключения нашей любимой безмозглой колонии. И это третья часть стадневных приключений нашей кошкодевочки, её религии и Глазадой колонии, которая вот уже целых 200 дней практически успешно пытается выживать прямо посреди зомби апокалипсиса. Предыдущие две части уже есть на канале и для удобства собраны в плейлист, ссылка на которые уже есть в описании. А я не буду растягивать и без того не короткий ролик, а просто продолжу повесть о приключениях нашей колонии. День 201. Осматриваем базу и понимаем, как много нам ещё предстоит. Нам нужно докопать пространство для будущей тюрьмы и больницы, а также доделать проект пивообработки. Хоть уже начатое выкапывание новой теплицы, нам ещё предстоит её закончить. Но от одной теплицы пива конечно же не будет. Нужно ещё будет сделать холодильник, чтобы хранить хмель и саму комнату для брожения, где обработанное сусло будет превращаться в пиво, которое мы в свою очередь ни в коем случае не будем принимать, а будем его использовать только в качестве обмена для продажи. А к вечеру этого дня некая Роза бежит и молит о помощи, но при этом не сообщает о себе ровным счётом ничего, кроме возраста и имени. А от чего она бежит и какую пользу смогла бы принести, она обещает сказать только по прибытии, учитывая катастрофическую нехватку рук. В нашей колонии наши колониты на общем собрании принимают волевое решение помочь беженке, полностью отдавая себе отчёт, что они могут ещё об этом пожалеть. Узнав об этом, Эзма устраивает бунт. Её не устраивает такой расклад, ведь она единственная была из всей колонии, кто голосовала против. Не обращая никакого внимания на мелкие проськи раба, наши колонисты на кулаках объясняют Эзме, что она не права. Ну а по прибытии Роуз, оказывается, что она очень даже неплохой колонист. Её ум сможет принести огромную пользу колонии в будущих исследованиях. Ну а факт того, что она при этом ещё является трусливым меланхоликом, конечно подпорчивает её репутацию. Но за неимением лучшего исследователя мы говорим Роуз, добро пожаловать в колонию на роль постоянного учёного. Ну а на правах рассказчика, забегая наперёд, я скажу, что её постоянный дебаф к настроению полностью нейтрализуется её альтруизмом и тяготе к работе. Таким образом, пока она работает, она счастлива. А так как она исследователь, причём очень даже хороший, она будет исследовать большую часть дневного цикла, а оставшееся время она будет есть или спать. И благодаря такому режиму работы, её нервные срывы будут сведены к минимуму. День 202. Наша колония входит в привычное русло. Начинается улучшение и расстройка нашей базы. В приоритете наш Векс хочет побыстрее закончить нашу теплицу. Но затишье было недолгим. Осада пришла в наши края. Очень серьёзные противники, прошу заметить. Но наша храбрая кошка-девочка решает взять всё в свои руки. Она решает не дожидаться, когда осаждающиеся смогут расстроиться и бежит сразу их агрить. Пока остальные колонисты добросовестно занимают места в хеллбоксе. И всего пара точечных попаданий заставляет пиратов идти на штурм. А Векс, только заметив агрессивно настроенные лица, бежит за основные укрепления базы. Но не успевает она зайти за стену, как пираты уже встают на линию огня. Но благодаря случайно выпускаемым снарядам из наших винтовок, нам удается героически отстоять это нападение. Ну а как только мы захотели кого-нибудь и как-нибудь в корыстных целях арестовать, так прибывшие к пиршеству зомби не дали нам этого сделать. На самом деле пускай едят, главное чтобы наших колонистов они не трогали. А к вечеру того же дня случилось напасть, что заставляет наших колонистов пересмотреть свои приоритеты. Роуз наконец признается, от чего она спасалась. Она убегала из другого поселения, в котором есть Эми-генератор, способный вывести все электроприборы из строя. Ну а так как вся жизнь нашей базы буквально зависит от электричества, мы в ускоренном темпе пытаемся снарядить караван и разграбить этот мерзопакостный генератор. В поход у нас отправляется Роуз, как виновница всего происходящего, Джо и Флави на подстраховке. Да и чтобы в принципе просто отделаться меньшим количеством трупов. День 204. Караван с нашими недоколонистами прибывает в указанное место. И как оказывается на страже этого Эми-генератора стоят всего лишь какие-то орды кошек. Что? Самая серьезная оборона на моей памяти. Но, к их сожалению, мы вооружены свинцом, что позволяет отделаться нашим колонистам всего парой царапин. И как оказалось, самое сложное нас поджидало еще впереди. Было очень непросто разломать этот сам генератор. Ведь мы полностью отдаем себе отчет, что он может взорваться в любую секунду. А стрелять в него издалека не представляется возможным из-за толп зомбарей, окружающих нас. Вот и нам приходится понемногу одному обороняться от зомбарей, а двум другим разбирать эту шатан-машину в рукопашную. Отбившись от орд ходячих, мы проделали дрень побольше. И благодаря огнестрелу в тот же вечер нам удается взорвать этот агрегат. Правда, взрывом задело немного нашу розу. Но по факту ее лишь оглушило. Ничего серьезного. Но это будет хорошим уроком для нее. Ведь нельзя стоять со всем, что хочет и может взорваться. Ну а после такой успешной миссии можно снаряжать караван обратно, попутно успев захватить все полезные вещи, которые можно только придумать. Вдохновленный успехом, наши колонисты, не дожидаясь заката, добираются до базы. На удивление, их даже никто не кусает. А столь успешно выполненная миссия очень нехило поднимает моральный дух колонии. День 205. По радио Маяку нам сообщают, что пираты разбили недалеко от нас менятель погоды, который будет менять погодные условия до минус 10 градусов. Не самые приятные новости. Но хорошо, что к этому времени у нас есть собственный огород, которому пофиг на температуру за окном. А значит мы спокойно можем перевести дух и отправляться на уничтожение этих пиратов, как только восстановимся после недавнего похода. А после мы неожиданно обнаруживаем, как очередные зомби сделали подкоп. И нам приходится в очередной раз предотвращать их атаку. В вежливой форме мы показываем им, что мы им здесь не рады. Ну а после отбития нападения снова приходится закапывать все их лазы, которые они тут понавыкапывали. День 208. Мы успешно выкапываем помещение под вторую теплицу. И даже уже почти выдолбили потолок в этом помещении. Осталось лишь дело за малым. Застелить крышу и вспахать почву. День 210. Успешно построено подсобное помещение, где будет у нас бродить наше пиво. Поставлен пивоварный стол и примерно размечены проекты будущих бочек брожения. Останется лишь сюда провести теплую воду для батарей, чтобы брожение проходило в комфортной температуре. А к ночь того же дня прилетает торговец, у которого мы покупаем взрослую бум-крысу, противоположного пола с целью размножения. Но каково же было мое удивление, когда я узнал, что у нас не бум-крыса, а бум-алупа, которая с купленной бум-крысы не имеет ничего общего. Это два совершенно разных вида, хотя как бы оба вида были получены искусственным путем и не встречаются в живой природе. Как итог, мы просто купили животинку, которая будет нам давать химтопливо. Ну а вот размножать ее пока что, к сожалению, не выйдет. День 215. Мы несем потери в плане урожая. К сожалению, выращенные культуры заболевают неизвестной болезнью. Что для меня очень странно. Ведь они выращиваются в стерильных условиях, где нет возможности как бы передаться этой болезни изне. Что значит, что это не болезнь, а просто у нас так картофель мутировал. То есть мы выращиваем слишком умный картофель. Как бы то ни было, в пищу он оказывается непригоден. И мы потеряли почти весь выросший урожай. Было бы на самом деле печально, если бы у нас на складе не хранились целые тонны запасов. И видимо мутация этого картофеля была слишком заразна. Да так, что передалась нашим колонистам и рабу, из-за чего они заболели чумой. Страшной болезнью, которая может привести к летальному исходу в кратчайшие сроки. А так как благодаря розе мы недавно изучили больничные кровати, данное происшествие будет великолепной возможностью протестировать их в деле. Но и тут напасть. Познав о новом сорте мутированного картофеля и о болезни поселенцев, на нас нападают достаточно сильно вооруженные аборигены с гранатами. Из-за чего нам приходится в срочном порядке мобилизировать на защиту всех больных и здоровых. Здраво оценивая свои возможности, мы собираемся силами у второй линии обороны. Поскольку западная стена хоть и была достроена, и очень показала свою эффективность против зомби, против людей она нам скорее будет просто мешать. Ведь для полноценной обороны маловато просто иметь дырки в стенах. День 216. Наши колонисты решили победить рейд из Мором. И на удивление это сработало. И то, что нам пришлось простоять у ворот вплоть до глубокой ночи, полностью окупилось. На нападанцев напали зомби, что нехило облегчило нашу задачу. Некоторые полегли сразу, а некоторые, попытавшись обойти стену, натыкаются на другую группу голодных созданий и успешно выполняют роль полноценного обеда. Простояв в ожидании целую ночь, медлить никак нельзя. Ведь чума может убить наших колонистов в любую секунду. В экстренном порядке строятся медкровати и используются самые передовые медикаменты, чтобы хоть как-то повысить шансы на выживание колонистов. День 217. Жизни Розы и Флавии ничего не угрожают. А вот Эзма очень плохо смогла пережить ночь без медикаментов. Несмотря на то, что она была единственная на базе и могла бы сама себя лечить, она этого не делала. Я могу предположить, что это было специально, из-за чего чума смогла очень быстро распространиться по организму. Лечение самими лучшими медикаментами и максимально посильный режим никак не помогают ускорить выработку иммунитета. И мы принимаем волевое решение ввести Эзму в искусственную кому. Надеюсь, что хотя бы так у нас получится замедлить заражение, и мы бы успели ее вылечить. Но, к сожалению, было слишком поздно. К вечеру этого дня Эзма, наш единственный раб, показавший невероятную тягу к жизни в прошлой части истории, погибает. Дабы почтить ее память, Векс строит саркофаг, чтобы похоронить ее как настоящего члена колонии. А после постройки саркофага были похороны. Ну и тут Эзма умудряется все испортить и сделать только так, как она хочет. Она, как ни в чем не бывало, воскресает из мертвых и начинает бегать и бормотать что-то непонятное по типу «Отомщу! Мозги!» Ну и дабы не мешать ей выселиться, мы закрываем дверь ее громнице. Возможно, надеясь где-нибудь и как-нибудь отыскать лекарства от зомбарей, от зомби-вируса и может получиться как-нибудь излечить эту засранку. День 218 и после постройки пивоварной части базы наши колонисты принимаются строить будущую тюремную камеру для очень нестандартного применения. День 222 заканчиваются последние приготовления к нашему походу на погодную станцию, постоянно охлаждающую окружающую среду. Для успешной операции принято отправить на вылазку было Джо и Векс, прекрасно показавших себя в предыдущих вылазках. День 223, к этому дню наша сладкая парочка успешно прибывает к погодной машине. Она встречает кучу необученных аборигенов с огнестрельными топорами. Но тактика Блицкрига, неожиданные агрессивные атаки приносят нам беззаговорочную победу. Невероятное стечение обстоятельств, поломанная батарея и наступление темноты позволяют без проблем захватить себе с этой базы еще и турели. После чего без особых проблем уничтожаем погодный генератор и забираем все, что было полезного и неполезного, себе обратно на базу. День 224, утро. Познав о текучке кадров колонии, фракция Людов-Волков совершает налет, но, видимо, не рассчитав свои силы, сразу же погибает Анзабарий, не успев даже дойти до базы. День 225, на утро. Наши колонисты успешно доделывают первую партию хмельного продукта. Ну а под вечер, почуяв запах хмельного напитка, лягушки-путешественники успешно возвращаются на базу принятия уйму полезных ресурсов. День 227. Векс достраивает первый стол для сборки андроидов. Эта технология была давно изучена, но только сейчас наши колонисты заимели необходимые ресурсы. Пока что нам доступен только первый уровень андроидов, которые по факту самые слабые, самые медленные и ничего не умеющие. Но даже в таком варианте роботы будут куда лучше некоторых наших колонистов. Но для создания андроидов нам не хватает компонентов, их можно было производить на высокоточном станке, но эта технология пока что у нас не изучена. Зато мы можем уже построить хотя бы карьер, разрабатывая который мы смогли бы добыть себе эти самые компоненты. Железо, в принципе и пластарь, уран, золото, и еще кучу всего интересного и полезного. Хорошо, что комнату для карьеры мы заранее выкопали. Ну а после постройки карьеры выясняется, что у нас нет на базе горняков, которые любили бы копать в подобного рода сооружениях, что конечно очень плохо. И пока у нас не появится подобного колониста, роль добытчика будет выполнять Джо, как самый бесполезный. День 228. Поскребя по сусекам, купив не хватающие улетающих торговцев, мы наконец-то накапливаем ресурсы на первого собственно созданного андроида. День 229. Постройка этой роботизированной конструкции заняла больше времени, чем мы рассчитывали. Но самое главное результат. Первого нашего андроида будут звать Эдуард. Как я и уже говорил, он ничего не умеет. У него очень маленькие карманы, он очень медленный, но хотя бы пить есть не просит. Может работать без отдыха и из-за простого разума бегает всегда счастливый. По-моему это просто идеальный колонист. В качестве разнорабочего или в качестве хотя бы робота на побегушках, занимающегося уборкой и переноской. А как только мы изучим следующие тиры андроидов, мы обязательно займемся их постройкой. День 232. Продолжается благоустройство базы. И к этому дню практически достраивается первая камера заключения. А наши художники, дабы дать волю своему потенциалу, решают начать создавать каменные скульптуры, чтобы ими восхищались и чтобы ими поклонялись. А скульптуры, в свою очередь, просто радовали бы глаз и поднимали настроение. День 234. На нас нападают аборигены, которые пользуются продвинутой тактикой ведения боя. Их супер-пупер продвинутая тактика заключается в истреблении зомбарей в округе. Удивленный этой тактикой, андроид решает пересмотреть свои приоритеты и показать нам всем несовершенство кода, который создает видимость наличия у него разума. Наш андроид Эдуард решает заниматься абсолютно бесполезным делом. А на правах рассказчика я скажу, что он это будет делать с заядлой регулярностью. Он подходит к ящику и смотрит, что в нем есть блюдо. Думает, что это блюдо по-хорошему нужно куда-то перенести. Поднимает это блюдо и смотрит, ага, самый лучший склад с блюдом передо мной и кладет его на место. Потом он смотрит на то блюдо, которое только что положил. Думает, как-то оно криво лежит. Снова его поднимает и снова кладет обратно. И так по кругу. Пока не надоест. Я пробовал менять у него алгоритмы его действий, менять распорядок дня, запрещать ему трогать эти блюда, но все мои усилия по внедрению ему хоть капли разума были тщетны. Будем считать, что это такой способ релаксации и ему нравится заниматься подобным. Ну тогда не будем ему мешать. День 236. Достроена вторая теплица в спаханные поля и поставлен разбрызгиватель. Но для его работы нам понадобится построить еще одну скважину. Ведь в ином случае нам просто не хватит объемов добываемой воды. Ну а как уже было сказано, данную теплицу мы успешно пускаем на выращивание хмеля. Хотя, если честно признаться, иногда вместо хмеля на ней будет выращиваться хлопах. Для некоторых проектов в будущем, но об этом чуть позднее. А в награду за проделанную работу под вечер этого дня двое из наших колонистов заболевают какими-то волокняными нанитами, которые, хоть и повышают продуктивность работы, также приносят достаточно серьезную боль. Конечно, очень неприятно и хотелось бы на самом деле иметь возможность вылечиться от подобного недуга. Но, увы, эти наниты можно только купировать, а вылечить их совсем не предоставляется возможным. Из-за чего наши колонисты будут ходить и мучиться какое-то время, нося инородные предметы в себе. День 239 завершается выкопка нашего больничного отсека, и уже мы туда успели перевезти все больничные кровати и медикаменты. Останется нам лишь только провести туда электричество и разложить стерильную плитку. А Роза к этому дню успешно завершает изучение масштабируемых солнечных крыш, которые размещаются вместо обычных. А специальный контроллер вырабатывает благодаря размещенным панелям электроэнергию. Может показаться, что система немного имбалансна. Возможно, так она и есть. Вот только этот контроллер по максимуму может производить лишь 2500 энергии, и то при хорошем солнце. А потом нужно будет строить новые эти самые контроллеры. А места и ресурсов они занимают, я замечу, что немало. Ну и ломаются эти контроллеры с заядлой периодичностью. 240-й день. Векс, как лидер поселения, требует подписчик Алтарь. Место, где будут происходить собрания поселения, речи лидера и прочие религиозные чуши. Впервые, если честно, сталкиваюсь с подобным. И чтобы не противоречить вере, мы решаемся начать постройку этого самого подписчика Алтаря. Недалеко от входа в базу. А под вечер этого дня нам поступает задание о постройке монумента. Мы с радостью это задание принимаем, ведь взамен за успешное выполнение нам обещают выдать синтезатор химтоплива, который взамен на электроэнергию будет на халяву генерировать бесконечное количество топлива. А монумент наша колония решает возвести на скорую руку из гранита, которого у нас в огромных количествах есть на базе. 243 день поступает задание, в ходе которого взамен на репутацию на нас нападут нападанцы, и мы с радостью принимаем это задание. Нам даже умудряются на помощь какого-то милишника выслать, конечно это прикольно, но бесполезно по факту. И буквально через несколько часов и вправду на нас нападает стайка пиратов. Буквально сразу же некоторых съедают зомби, а самые умные решают возвести оборонительные сооружения против нас и устроить осаду. Векс, как самая меткая, вызывается быть добровольцем, она хочет спровоцировать нападанцев, в то время как остальная часть колонии будет успешно разбираться с зомбаками у восточной стены. В результате диверсии нашей кошка-девушке удалось повалить одного из андроидов нападавшей фракцией и привлечь на звуки выстрелов орда зомбарей, от вас скрывающихся за стеной. Поняв свое проигрышное положение, и пока зомби отвлечены, Векс успешно спасается, забегая за стену. Хорошо, что к этому времени ее друзья обезопасили ей путь к иступлению. И видимо, почуяв запах новых трупов, к нам приходит очередная орда. Ну а мы просто закрываемся у себя за стенами, надеясь, что новые противоподкопные системы помогут обезопасить наше пребывание внутри стен. В результате вылазки увечья огнестрельного характера получила только Векс. Ну хорошо, что раны не смертельные и вовремя оказанная помощь вкупе с прекрасным качеством больницы позволяют ей в кратчайшие сроки снова приниматься за работу. В 246 день Флавия и Векс становятся парой. Не то, чтобы к этому были какие-то предпосылки, скорее тут дело в скрытых мотивах, но в любом случае по результатам союза все получают любовь и ласку, которую в условиях зомби-апокалипсиса лишними уж точно не будут. Но религиозные убеждения Флавия не позволяют ему спать с неженатыми. Из-за чего Флавия теперь будет постоянно ходить и ныть? А зачем Флавия тогда предложил встречаться Векс? Непонятно. В общем, сказочный Флавиоп. Вечером этого дня приходит сообщение, что недалеко от нас снова появился погодный генератор. На этот раз с токсинами. Токсичный дождь очень вреден для нежных кожи всех, кроме андроидов. И игнорировать это событие мы никак не можем. Нам приходится в очень короткие сроки снаряжать караван и отправляться в вооруженный поход. В походе у нас участвуют трое. Впервые мы берем с собой в помощь господина Эдуарда. Как расходный материал, который было бы не жалко потерять. И просто нашу неубиваемую парочку Джо Свекс. Я бы вместо Джо послал на самом деле Флавию, но не могу, ведь Флавия выполняет самую важную роль в колонии. Роль повара. И покидать ему свой пост никак нельзя. 247 день наш караван прибывает и офигевает от сложности этого укрытия. Применяя процессор андроида в качестве компьютера, нам все же удается спланировать успешную операцию, в ходе которой можно было бы остаться в живых всем участникам этого похода. Навязывая собственные условия сражения, нам удается в нечестной борьбе сначала одолеть всех кожаных жителей базы, а уже потом размастить турель. Жалко, конечно, что при этом ее пришлось немножечко уничтожить. Зато все более-менее целые остались. А после такого грандиозного сражения без проблем колонисты уничтожают генератор тактичных осадков, забирают себе оружие проигравших и отправляются в поход обратно. Они настолько оказываются воодушевленные своей победой, что уже к вечеру этого дня прибывают обратно. День 249 мы достраиваем монумент и получаем награду генератор химтоплива, который ставим в производственном нашем цеху. 250-й день. Наконец-то подписчик-алтарь построен и наши колонисты могут там заниматься своими делами. Правда, что именно они там собираются делать они не говорят. День 253 Векс узнает ужасную правду, что Флавия на самом деле пожелал с ней встречаться только из-за спора с Джо. Поняв ужасную истину, Векс бросает Флавию и как глава поселения обещает устроить ему сладкую жизнь. От кары Флавию спасает лишь должность единственного повара в колонии. Если бы не это, то он бы уже давно присоединился к тусовке зомбарей под окнами. Ну а самое обидное для Векс, что причина спора заключалась лишь в каких-то 10 подзатыльниках. День 254 И чтобы хоть как-то заголодить свою вину, Флавия решает сделать роскошную мясную еду для нашей колонии. С этой целью убивается парочка муфала и приготовляется парочка вкуснейших блюд. Ну и так как мясо появляется в нашей колонии нечасто и эта еда была по праву великолепна, Векс обещает подумать о снисхождении и так уж и быть при первой возможности не втыкать кухонный нож в спину главного повара. 257 Очередная атака зомби на проходящий мимо караван одаривает нас вкуснейшим мясом и ценными переносимыми ресурсами. А радость об этом событии убеждает нас не задумываться о причинах почему подобные караваны продолжают вольно разгуливаться в самый разгар эпидемии. Ну а вечером того же дня Роза завершает исследование высокоточных технологий благодаря чему мы строим высокоточный станок на котором мы могли бы делать из стали компоненты но у нас нету достаточного уровня ремесленника который мог бы заняться подобным. Поэтому пока что просто запоминаем этот факт и двигаемся дальше. 258 день у пролетающего мимо торговца мы покупаем очень дорогую броню и очень классную броню богомола для нашего Си. Эта броня невероятно классно защищает да еще и к тому же обладает реактивным ранцем благодаря чему Си превращается в какую-то невероятно летающую машину для убийства остается ему только выдать нормальное оружие вместо какого-то ножичка и будет вообще шикарно. День 260 на правах лидера колонии Векс за преступление совершенное Флавией пригодваривает его к бессрочному заключению в новой тюремной камере класса люкс. Векс посчитала что приготовление слишком вкусных блюд это достаточное преступление чтобы запереть главного повара колонии в одиночном заключении. Но как вы могли уже понять у этого поступка был свой потекст и это преступление было лишь предлогом для заключения ведь Векс не только лидер колонии а еще она и надзиратель а это значит что она будет единственным с кем будет контактировать наш заключенный таким образом кошка девочка хочет обратить Флавию свою религию в качестве мести и чтобы в окончательный раз объяснить ему что есть человеков это плохо и плохо психовая только потому что давно не ел человеков и если все пройдет хорошо и Флавия будет себя хорошо вести Векс обещается с радостью выпустить его на волю с новой верой как нового человека день 262 два дня убеждения и уже результат Флавия отказывается от своей идеологии в поедании человеков но пока что еще не соглашается на нашу а просто принимает какую-то рандомную которую здесь сидя в одиночной камере сам себе и выдумал но такой результат нас тоже не устраивает и Векс будет пытаться втолковать этому недоклонисту что есть только одна единая религия в которую можно верить а спустя какое-то время предлагает нам задание за нападение пум нам дадут немного репутации и шедеврального качества дробовик мы недолго думаем соглашаемся по большей части конечно же стараясь улучшить репутацию да и к тому же пума не такой уж серьезный для нас противник на этом этапе игры день 263 с прибытием пум под звуки выстрелов Флавия все-таки решается принять культ маморизма как единый истинный с чем мы успешно его и поздравляем и как мы ему обещали его заключение в камере подходит к концу и он может со спокойной душой теперь заниматься своей любимой готовкой теперь веря что кушать человеков это плохо день 265 на правах лидера колонии Векс за преступление совершенной розой приговаривает ее к бессрочному заключению в новой тюремной камере класса люкс Векс посчитала что недовольство из-за поедания вкуснейшего мяса это достаточное преступление чтобы запереть главного исследователя нашей колонии в одиночном заключении история повторяется но только на этот раз розу мы будем пытаться убеждать в единственной правильной религии с целью поменять ее убеждение будем пытаться ей втолковать что кушать мясо это здорово это полезно и это вообще классно ровно до того момента пока это не мясо человеков и также будем пытаться ей объяснить что не нужно срываться по пустякам и что вообще нужно радоваться тому факту что у тебя есть крыша на голову и у тебя есть то что есть и вместо этого ты не лежишь где-нибудь в чистом поле поедаемый толпой зомбарей ну а розы как оказывается очень даже не против оказаться в этой ситуации ведь в тюрьме можно в спокойную халявить ей не нужно исследовать ей приносят еду и она в принципе достаточно счастлива ну а значит она будет стараться по максимуму противиться принятию новой идеологии день 272 значит проект по сносу монумента за квест чтобы в будущем иметь возможность построить на этом месте какой-нибудь другой день 276 нам в колонию прибывают лошади если мы поддержим у себя их какое-то время то получим нейроформер псисвязи очень полезную вещь за которую мы взяли этот квест места для лошадей у нас полно пускай себе резвятся где хотят лишь бы за ворота не заходили очень будет неприятно если случайно кто-то у этих лошадей откусит голову день 278 к этому дню выкапывается помещение для будущего тронного зала и там уже начинается укладка самого красивого изысканного ковра с причудливым узором для этого проекта нам приходится перевести ферму хмеля на хлопок на длительное количество времени и даже в таком варианте постройка идет крайне медленно из-за непростоты в принципе самой постройки и большого количества нужных ресурсов в будущем планируется что это помещение будет тронным залом поставится здесь как-нибудь трон а значит кто-то из наших колонистов будет коронован но пока только кто это большой большой вопрос ну а пока у нас нету носителей короны это помещение будет выполнять роль развлекательной комнаты где у нас разместится покерный стол бильярдный стул может быть еще что-нибудь для развлечения наших колонистов день 279 и это свершилось векс уговорила розу в единственной идеологии а в награду наша незаменимая исследовательница получает роль комиссара колонии в ее обязанности теперь будет входить убеждение других неверующих язычников в единство маморизма а в качестве первого подопытного был выбран Джо которого для переубеждения не нужно будет теперь сажать в клетку день 284 прибывает челнок для коней которые были все это время у нас в гостях но что-то явно пошло не по плану и челнок приземлился уж очень не близко от базы и нас разделяет всего каких-то пара ордзомби но это не является помехой для нашего си который благодаря этой броне стал всесилен и может очень реактивно и быстро перемещаться по всей карте он без особых проблем перетаскивает коней на руках сажает их в челнок и отправляет их собственным хозяевам а мы в свою очередь получаем желанную награду день 288 впервые на лед за очень долгое время нападанцы из фракции людей и волков бессовестно проламывают западную стену зажигательными снарядами и кулаками а из-за непростоты разламывания стены нашим колонистам удается вовремя занять нужные оборонительные рубежи самая наверное жестокая схватка на памяти этой колонии каждый сражается не на жизнь а на смерть только выдерживая все ранения и кровотечения на нашей стороне не самые надежные укрепления а у противников численное преимущественно и даже когда противник проламывает последнюю линию нашей обороны вовремя прибывший Си прикладывает все свои усилия чтобы ни один колонист не прорвался через брешь благодаря полной отдаче нам удается избежать серьезных травм и потери отделаемся лишь парой царапин парочкой огнестрельных ранений и парой брешьей в стенах что не является для нас такой уж сильной проблемой учитывая уровень наших технологий данный рейд как ни странно приносит нам больше полезности чем могло бы показаться мне очень приглядывается Зоя колонистка подземник очень любящая ковыряться в камнях мы с превеликой охотой сохраняем ей жизнь и сажаем в тюрьму с целью обратить в свою веру а потом уже завербовать 289 день последняя линия обороны была успешно заделана заделкой пролома западной стены займемся как-нибудь потом поскольку пока что у нас есть другие приоритеты 292 день к нам на голову с орбиты падает некий господин виски собственной персоной и на мое удивление он оказывается самым лучшим воплощением персонажа которого нам не хватало на протяжении всего прохождения он является одновременно лучшим строителем и ремесленником конечно в суровых условиях будет сложно совмещать эти два умения но все же у нее есть некоторые шансы стать новым членом нашей колонии не теряя ни секунды мы сразу же его захватываем и сразу же начинаем вербовку а сразу после империя дает нам задание на постройку монумента и я принимаю это задание а в награду хочу я немножко получить милости короны что позволит сделать одного из наших колонистов носителем этой самой милости короны день 300 ну и дабы сохранить интригу и чтобы немножечко создать пафоса вокруг всего происходящего я не хочу говорить сразу кого мы будем короновать предлагаю писать ваши предложения и ваши варианты в комментариях тем более что к этому дню мы еще пока что не достроили их монумент нам все еще предстоит завербовать двух наших суперских и лучших колонистов а также нас ждет еще куча других неначатых проектов нужно думать об улучшении обороны возведение новых стен нам предстоит еще изучить турели и построить их нам предстоит также изучать новые уровни и тиры андроидов для дальнейшей их постройки нам предстоит также создать специальную сеть скайнет с помощью которой мы смогли бы наверное управлять всеми андроидами мира но до этого еще далеко нам для начала нужно бы хотя бы потихонечку выбираться из эры мидгейма которому только сейчас можно сказать что мы подошли по итогу трехсотого дня эти дни были очень насыщены на различные события и только чудом нам удалось множество раз чуть не потерять колонию и даже при этом можно сказать то что нас никто из колонистов в принципе-то и не умер за все это время да? Эзма? я не знаю что будет в следующей части впереди нас ожидают еще уйма испытаний и опасностей я надеюсь что затишье зомбарей в этой части это не предизнаменование чего-то более ужасного в следующей я не могу ничего обещать по поводу следующей части будет ли она или нет но я могу с уверенностью сказать что выход ее будет зависеть только от вас ну а пока на этом все всем спасибо что смотрели у микрофона был как всегда ваш покорный слуга Мамору и еще услышимся в следующей части Продолжение следует...